Весна души Не только метафора. С другой стороны, каждый, кто сколько-то лет уже жил в церкви, знает, что посты проходят по-разному. И результативность год от года разнится и по жизни, и по встрече Пасхи, того, чего, собственно, будет в конце-то после семи недель. Мне кажется, две вещи нужно твердо учитывать. Первое. То, что мы можем пережить на Пасху и получить, это всегда дар Божий. А дар он на то и дар, чтобы на него надеяться, его уповать, но его нельзя планировать. Как чудо. На чудо верующий человек надеется. Если мы начнем его зарабатывать, скорее всего, не получим. Второе. Это очень многое зависит от нашего правильного цели полагания. От чего мы хотим добиться в результате. Знаем две ошибки, которые по себе, может быть, отчасти по другим людям. Первое. Это определенного рода унылость в начале поста. Вот теперь нужно будет поститься, молиться. Некоторые даже будут слушать радио Радонежу. И больше ничего. Телевизор выключить, с друзьями не общаться весело, по крайней мере. Одного, второго, третьего нельзя жевать макароны и картошку с грибами. Каждый вспомнит дорогие для него ограничения, которые она стоит. И вот такое делать-то нужно, я православный, куда ни делусь, вот это. Но некая такая тоска в очах, которая иногда принимается за покаянный настрой. Это не то. И вот будет такого рода переживание изначальной поста, как тяготая, которую нужно, ну, нужно понести. Ну, и донесешь до конца, в лучшем случае. Второе. Это такое отношение к посту, что, да, я, конечно, буду с усердием все делать, но главное, чтобы он скорее кончился. Вот я жду, когда можно будет разговеться. Когда все, наконец, когда запоют красиво. Когда будет это чудо ночного пасхального богослужения. И т.д. и т.п. Когда, в общем, он воспринимается, как некоторые работы воспринимают. Даже считающиеся трудолюбивыми. О том, что человек делает работу, ну, чтобы отделаться. Вот чтобы, наконец, началось то блаженное время, когда работы этой не будет. Вот так же и к посту нужно относиться. Соответственно, скажу теперь мудренное слово, хоть многое зависит от правильного цели, полагания. И здесь, ну, что можно вспомнить? Можно вспомнить значение само этого слова «пост». Филологи нас, может быть, тоже смотрят. И даже не филологи знают, что в бытовом русском языке слово «пост» означает определенный уровень контроль, который нужно пройти. Вот скажем о двух видах такого рода контроля. Первый вид поста, с которым мы так часто встречаемся, это таможня. Это пограничный пост. Вот возьмем такую аналогию. Хочется нам куда-нибудь, где в нашем понятии рай. У нас трава какие-нибудь красивые, где зеленый-зеленый океан, яркое-яркое солнце, и нет нашей бесконечной зимы. И вот все уже мы сделали для того, чтобы там оказаться. Приехали в аэропорт, миновали террористов, которые в этот раз не собрались. И нужно проходить этот таможенный контроль. Ясно, что есть вещи, которые можно с собой пытаться протащить. И даже, может, тебя пустят, жидкость какую-нибудь не заметят, а есть те, с которыми лучше не соваться. И которые, вот любишь ты этого, не любишь, вот это нужно здесь оставлять. Не берите с собой огнестрельное холодное оружие, к примеру. Нужно его оставить. Также и здесь, вступая в пост, нужно твердо решить, если мы хотим оказаться там, где рай, где солнце правды, где такие острова, с которыми, потом сравнивая нашу жизнь, можно даже ее потерпеть, чтобы там очутиться. Давайте что-то решим, что мы оставляем. Даже если это нам дорого. И тут уж каждый сам для себя решает. Вот такого рода отказы в пост, ограничения, должны быть, с одной стороны, реалистичными. Ну, мы же не можем тебе сказать, что я завтра стану кротким, если я гневлив и раздражительный. Но не могу этого пообещать. С другой стороны, чувствительными. Да не может быть отказ от кофе, если я кофе не люблю. Велика заслуга. Или там от макарон с морепродуктами, если я не могу этих ракообразных видеть, членистоногих. Нет, только отбивная для меня утешение. Вот откажись от того, от еды начиная, до распорядка жизни, что составляет для тебя некоторые усилия. Ради той цели, не тащить с собой. Второй пост, это ведь еще служили многие из нас, кто не служил, кто в кино видел. Это еще в армии бывает. Вот стоит человек на тумбочке, как в армии говорят, или там на КПП, или еще что-нибудь такое охраняет. И должен он бодрствовать. Пройдет полковник, увидит, что солдат на тумбочке согнулся, заснул, но не полковник, поменьше лейтенант. Плохо будет солдат. Так и здесь можно попытаться вспомнить, что мы вообще-то призваны быть добрыми воинами Христа Бога нашего. Что христианство, как почему-то говорится, в тени крещения, это еще есть и воинское братство. Так оно задумано. И как-то осознать себя не штатскими, хотя бы на эти семь недель. Связанными присягами, обязательствами перед нашим Богом. Что мы все понимающие, уставшие, трезво оценивающие себя и действительность вокруг, должны в конце концов вспомнить о присяге, а не о жизненных обстоятельствах. Это поможет пройти пост. Еще одну вещь можно вспомнить. Сейчас наш христианство почти ничего не стоит. Мы не живем в период гонений. С нами не будет такой ситуации, как рассказывала мне старая преподавательница Ольга Ильинична Подобедова, которая девушкой в 30 лет, девушкой, студенткой университета, выходила из одного из московских храмов, и мимо проходившей женщины передавая не сотрудницу органов и не еще кто-то, видев молодую девушку, выходящую из церкви, повернулась и поленилась подойти, плюнул ей в лицо и сказала, «На тебе за твоего Бога». Вот ничего подобного мы сейчас не переживаем. Все гипотетические рассуждения о торжестве политкорректности, о злодеях в СМИ и тому подобное, это не потому и гипотетические, что мы свободно об этом пишем, выражаем наши протесты, подаем в суды, с нами-то никто ничего не делает. Пост – это возможность немножко объявить цену собственному христианству, я ради Бога от чего-то готов отказаться, или это все разговоры о преподобному Серафиму, что рассказывать о христианстве, это бросать камешки из колокольни, жить по-христиански, это таскать их туда до колокольни. Есть возможность немножко пожить по-христиански, а не только выглядеть таковым. Ведь берут на небо не фантомы, не видимости, а образ и подобие реального человека, вот пособираем этого реального человека. Что еще сказать? Пост – хорошо, если будет некоторым сыгранием внутреннего жизни. В молитве Ефрема Сириана есть слова, которые не всегда полно понимаются, когда мы просим избавить нас от духа праздности. Праздность сводится до обломовщины, ничего не делает, лежит человек там, ленится. Вспомним, что по-славянски, соответственно, по-гречески, праздный – это значит пустой, ненаполненный. Это тот, у кого нет внутреннего содержания. Соответственно, праздность может разрешаться как в ничего не делание, подобное обломовском, а может и в бесконечную суету, как у Штольца. Можно гиперактивностью забивать собственную праздность, собственную внутреннюю пустоту. Пост – это призыв и возможность нечто сделать внутри себя, собрать что-то такое в душе, что, кстати, поможет даже и в старости, помимо вечной жизни, поможет избежать маразма. Обратите внимание, что какой сейчас стал частый явлений старческий маразм. Не ослабление памяти, что бывает у любого человека, не какие-то такие физические изменения. Вот это спадают с человека внешние социальные скрепы, там семейные, рабочие, и выясняется такая картина, что страшно становится. Но я почти не видел, то есть не почти, а просто не видел впавших в маразм старых монахов, если они монахи были, или священников не видел в маразме, потому что какая-то внутренняя жизнь у людей все-таки была, создание этого человека, внутреннего. Вот мы к этому постом призываемся. Ну и главной цели не забывать, что все это имеет смысл, как инструмент ради того, чтобы нам с Богом нашим быть. Если все это мы будем делать не ради Христа, а в качестве самодеятельного, аскетического упражнения, то мы на самом деле не сильно будем отличаться от тех людей, читающих общенациональные газеты, которые начинают поститься ради диеты. Ну так, организм оздоравливается, вообще не бесполезно, да и как-то, а именно так стал поститься. Ну давайте об этом всем подумаем, глядишь, чем-то и в этом году для нас пост окажется небесполезным. Субтитры создавал DimaTorzok